я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители вы присылаете мне все больше и больше видеокадров со странными облаками и в том числе инопланетными объектами вот здесь были зафиксированы несколько облаков в том числе рядом с вышками откуда они взялись мы точно не знаем но сегодня попробуем разгадать эту загадку и не только все-таки какие же сегодня странные облака будем любоваться и смотреть на них целый день особенно вот смотрите вот эти треугольные треугольные формы меня очень сильно поражают сверху пролетает самолет химтрейл остался немножко вот это облако начинает расплываться но форму в принципе держит именно треугольную как будто пирамида в небе также есть еще немножко правее вы видите здесь тоже множество облаков которые похожи даже на те же самые пирамиды и кривые пирамиды вон как будто бы куда-то там направлено вправо пик как гора много всего интересного наблюдение конечно феноменальный такой день стоит нам уделить на наше небо и на наши облака и так сегодня мы проведем с вами наблюдение за мкс но не просто так а мы попытаемся рассмотреть с вами если там действительно какие-то химтрейлы или самолеты пролетающие внизу вот на левом экране мы сейчас четко видим что мкс летит и подлетает к америке это сша мы можем увидеть соединенные штаты америки на правой картинке видна ночь вот эти вот получается огоньки разноцветные это сбой в камере матрица немножко испорчена или сгорела как нам рассказывают из-за радиации мы можем увидеть что скорость мкс на данный момент двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть километров в час высота 424 километра вы понимаете что мкс летает не где-то там далеко в космосе а всего лишь на высоте 400 километров и вот в данный момент мкс начинает залетать скажем на территорию сша уже пролетев океан тихий давайте посмотрим если какие-то изменения то есть на картинке справа мы сейчас ничего не видим в принципе но как я понимаю то раз мы залетаем уже на территорию америки но это вроде бы там материк нам должны показаться какие-то города огни вы прекрасно знаете как много фотографии видео есть где пролетает мкс и что-то всегда видно но в данном случае вы видите опять чернота и нет абсолютно ничего кстати показывает что в данный момент мы летим с вами ночью мкс через три минуты должен начаться восход и вот мы его посмотрим все четко видно что никаких я могу немножко увеличить городов или объектов снизу не видно вообще ничего то есть из океана мы залетели в америку так реклама какая-то вот сейчас очень хорошо это видно на левом экране я даже могу убрать тучи смотрите убираю сейчас тучи опять какая-то реклама так вот так вот тучи я убрал а мы еще не совсем подлетели получается я немножко поторопился вот без туч хорошо видно что до материка мы еще не долетели вот сейчас я опять включу облачность но мы посмотрим если она там или нет давайте тогда уберем облака вот вот сейчас данный момент должны появляться какие-то города на экране справа потому что мы залетели на территорию сша вот смотрите что-то реально появляется давайте увеличивать фантастика кает неужели это американские города или это вообще какой-то нло очень интересный эффект получился принципе какое-то схождение произошло как бы была вода потом началась земля и вот этот свет и вот еще огоньки сзади так 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 уже интересней огоньки это подразумевается что города но не знаю города или это нет или может быть какие-нибудь объекты пролетают знаете можно сказать инопланетные вот 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 их очень много и снизу и сверху но опять это не напоминает тех самых красивых картинок которые мы обычно видим с мкс даже при максимальном увеличении но по факту это должны быть действительно какие-то маленькие населенные пункты и города мы летим над сша над америкой очень даже интересно связь видите не теряется что бывает достаточно редко основная конечно наша сегодня цель это было заключалась в том чтобы посмотреть если химтрейлы или самолета почему мы не можем их увидеть с мкс вот мы сегодня четко пролетим над америкой и могу вам сказать что знаете так сверху что-то появилось смотрите сверху ни с того ни с сего появилась то ли крыло то ли что-то еще была полностью чернота появился вот такой вот объект страшный ё-моё как будто бы глаз вот здесь вот рот но возможно это опять крыло мкс но почему его сразу же не было видно или какая-то часть но посмотрите как страшно это просто было напоминает как бы что-то похожее на лицо снизу опять появляется множество огоньков вот эта часть прямо светлеет на наших глазах почему она так осветлела ни с того ни сего покраснела теперь становится белая хотя земля внизу видите не как бы не светлеет если это солнце или что-то еще вот появилась полностью крыло и снизу еще крыло появилось так очень интересный момент получается до заката 57 минут то есть мы должны были сейчас попасть уже в светлую сторону земля внизу что такое белое появилось много давайте посмотрим огоньки потухли и вообще все стало очень черно что такое внизу белая полоска вот это вот непонятное видите это же не земля что-то белое вот здесь есть так будем наблюдать потому что должен быть по большому счету рассвет вот мы сейчас пролетим америку и влетим в мексиканский залив когда мы влетим вот связь пропала вот о чем я и говорил видите справа начался закат уже через 56 минут и ни с того ни сего теряется видео вот как назло сколько бы мы с вами не смотрели не изучали они нам показывают вот такую картинку справа и кстати здесь изображено очень интересное солнце и горизонт вы посмотрите какой-то горизонт или облака если приблизить вот это солнце лежит как будто бы на боку имеет форму овала такого купола понимаете и написано что как будто бы связь мкс прервалась но картинка на самом деле феноменально это солнце выглядит как-то очень странно знаете вот летит мкс над допустим океаном всегда видно что связь хорошая прям отлично и вот попадает над америкой не первый раз уже в тот раз мы снимали над канады пролетала мкс и связь вот просто исчезает как такое возможно летим над колорадо давайте посмотрим облачность там есть или нет нет облаков нет они остаются вот здесь слева в принципе можно было просматривать города канзас мы сейчас оклахому и вот здесь попадаем мексиканский залив это очень интересное место потому что вот здесь где флориды здесь мыс канаврол у них и они запускают все эти ракеты возможны и на марс и на луну но держит это как тайная программа есть космическая тайная программа который говорит о том что возможно полеты на луну и на марс и на юпитер идут полным ходом но люди об этом не знают и не должны знать по их мнению вроде бы вся наша космическая деятельность застыла на месте и о космосе нам сейчас рассказывает наверное только илон маск больше никто особенно ничего нового не показывает уже в течение 60 лет даже чуть чуть больше после того как в 1961 году гагарин поднялся там на высоту чуть более 100 километров даже не 400 где мкс сейчас летает он поднялся там на сто с лишним километров чтобы понимали но это земных условиях особенно в российских почти не что ночь справа появляется картинка вот ни с того ни сего мы проговорили с вами и вот появилась но и что-то появилось в америке давайте посмотрим опять видно видно так крыло самолета изменилась почему-то нижняя часть смотрите она стала по центру было где-то слева верхушка также горит и вроде бы пролетают какие-то города вон огонек какой-то моргает слева смотрите прям моргает мадагар гает пиксель может быть это этот разрушенный мы ждем с вами когда вот целая горы что ли американский ну давайте посмотрим вот это уже похоже на город понимаете какие-то дороги что-то еще а в самом начале не было похоже как будто они изменили картинку вот мы сейчас наблюдаем вот четко видно наверное что это город но по большому счету высота как самолета знаете кто на самолете летает прекрасно знает что так и также видны города самолета они а самолета летает у нас на высоте всего 400 километров вот чем разница вот мы сейчас с вами встречаем рассвет получается над америка вот здесь что-то непонятные горы или может быть какой-то вулкан давайте посмотрим как произойдет вот этот переход из ночи в день с высоты мкс и вот здесь самое главное мы должны с вами сейчас заметить одну очень важную деталь что должны же появиться какие-то самолеты химтрейлы но может быть мы вылетели единственное за территорию америки но в любом случае там должны летать самолеты нет мы еще не вылетели летим где луизиана ну-ка давайте посмотрим вот луизиана получается целый американский город под нами точнее штат возможно это поля какие-то для обработки земли но мы четко видим опять землю хорошо но никаких не белых полос ничего ничего вот сейчас мы залетаем с вами в мексиканский залив это место такое достаточно опасно я бы сказал знаете почему еще немножко правее вот сейчас я вам покажу слева на карте вот здесь где флорида куба чуть-чуть от флориды справа вот тут вот бермудский треугольник и бермуды эти острова как раз здесь и всегда у нас вот багамы и вот здесь бермудские острова тоже это место где пропадают различные самолеты и все 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 чуть чуть правее от багам вот бермуды видите справа и вот эти бермуды багам это и есть бермудский треугольник получается мкс летит сейчас немножко левее от бермудского треугольника прямо над морем ну давайте посмотрим что там сейчас происходит точнее над мексиканским заливом как они говорят о уже появились какие-то тучи или облака интересный фактор как барашки внизу получается там вода вот тучи мы с вами ведь видим правильно видим если самолеты слишком маленькие тоже возможно но почему мы не видим с вами вот этих белых полос от хим трейлс мне очень удивителен этот факт буквально их нет нигде кстати такие странные облака формируются да вот здесь вот над мексиканским заливом фантастически посмотрим во что они перерастут то есть в более какие-то большие густые тучи или во что-то еще кадры на самом деле феноменально мне они нравятся потому что но посмотреть так сверху как нам рассказывается мкс это дорогого стоит мы земли с вами снимаем облака мы с вами пытаемся взлететь на квадрокоптере до туч и вот в данном случае мы наблюдаем замк с еще хочу заметить что конечно даже с мкс как вы сами видите невозможно рассмотреть землю какая она там круглая допустим как нам говорят что края у нее загнуты конечно нет она абсолютно плоская будет даже с мкс поэтому в это я не верю но почему интересно над мексиканским заливом ничего не видно вот вообще ничего никаких я говорю еще раз полос пролетов самолетов вот внизу виден как будто бы остров или земля видите немножко зелененький что-то мы пролетаем то есть по большому счету мы можем видеть землю до самого низа но кроме этого ничего и вот как только видите и вот эта солнечная батарея внизу смотрите уходит уголок сейчас спрячься 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 уйдет вообще а вот верхнее крыло остается ну мне писали что возможно это связано с тем что солнечные батареи движутся возможно но может быть и камер перемещается но кто будет перемещать камеру статичную это очень интересно видите облака поменялись сейчас давайте посмотрим где мы точно летим пролетели мы кубу может быть кто-то из вас был на кубе и вот скоро мы подлетим к венесуэле к южной америки вот будет интересное место посмотреть что там происходит и скажем раз мы полетим опять где-то над землей ну значит там должны быть самолеты как я думаю давайте посмотрим понаблюдаем за этой обстановкой вот здесь очень хорошо видно что тучи облака разной высоты видеть есть повыше есть пониже вот тут вообще какие-то страшные может быть мы также заметим пролеты каких-нибудь инопланетных объектов вы посмотрите что здесь да какие облака вообще фантастика можно сказать что идет извержение какого-то вулкана но вот так вот выглядит наша земля по большому счету это тоже большой квадрокоптер который летает но только над землей опять ну точнее даже не просто над землей над облаками опять знаете что замечу кажется мне что высота намного меньше вот я не ощущаю здесь 400 километров кстати не видно ни одного корабля там внизу ничего а вот самолеты иногда видно что-то может быть это связано вот с этой облачностью и такой дымкой над землей нам нужно немножко подождать пока вот это мкс залетит опять на землю тут мы летим над водой сколько нам до земли остается совсем немножко мы пролетаем карибское море я сейчас вам покажу один интересный момент как движется мкс и где сейчас расположены солнце и луна вот смотрите видите мкс летит вот маршрут мкс зеленая полосочка на вниз вот так вниз 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 пролетим бразилии вот здесь солнышко а вот луна можно сказать слева от африки сейчас солнце справа луна и вот такой лунный месяц вы видите опять где мадагаскар уж очень любит этот мадагаскар и можно сказать что мы сейчас луну вообще не видим уже три-четыре дня она полностью заблокирована а мкс полетит потом вот так по зеленом маршрута обогнет южную америку опять до антарктиды она не долетит полетит куда-то наверх наверх малайзию индонезию над океанами общем в россию она вообще никак не попадает сейчас мкс только летает над сша хотя вчера ночью я просто не снял этот момент мкс летела над россией но была сильная облачность мы бы там ничего не заметили давайте смотреть теперь как залетаем в южную америку вот только что должны были залететь и как назло посмотрите начинается сильнейшая облачность им наверное легче знаете делать чем отрисовывать все эти картинки все эти города освещения дороги просто напросто в какой-то момент все заблокировать тучей ну-ка дайте я посмотрю если здесь облачность ну есть но мне кажется не такая сильная слева если мы посмотрим мкс уже на территории южной америки и вот такие там облака но в россии сейчас точно такие облака потому что я смотрю в свое окно все темным темно и оказывается в южной америке такая же вещь жаль что мы не можем просмотреть сейчас какие-то города или саму землю вот такой все белой пеленой нам сделали может быть вот немножко кстати расходится только что мы об этом проговорили появляется земля то есть это был какой-то слой облаков и вот здесь видны горы вот прям с мкс я даже видите могу приближать очень хорошо мы землю видим буквально но насквозь то есть через всю вот эту атмосферу ничто нам не мешает если нет облаков в принципе видимость отличная но нету никаких белых полос нету химтрейлов нету самолетов нету даже нло вот сверху видите дороги какие-то реки все просматривается отлично отлично просто даже вот так вот наблюдая в прямом эфире мы видим землю и зеленые леса какие-то и дороги все просматривается и поля вот сейчас видны вы посмотрите как замечательно видно я сейчас увеличу ну а где здесь хоть один пролетевший самолет почему их нету почему они не фиксируются не это всегда непонятно и такое впечатление что может быть вот это и съемка не настоящего понимаете в чем дело то есть мы должны видеть все с такой высоты высота 400 километров но раз земля видно вот смотрите что это такое это река видимо как она изгибается видите и почему река именно так прокладывать свой маршрут такими изгибами просто кадры на самом деле фантастически такое впечатление что скорость увеличился мкс немножко быстрее она стала лететь почему-то но по факту мы с вами сегодня не обнаружили опять никаких вот этих вот пролетов самолетов мне это было очень важно блин скорость мкс увеличился вы посмотрите как она летит также осталось 27 500 ну действительно картинка справа перемещается намного быстрее вот она была медленнее друзья я думаю вы это видели тоже вот сейчас прям вот летит летит с такой скорость как это так вообще даже сравнить начало нашего видеоролика вы можете сами посмотреть скорость была намного меньше а сейчас вот просто вот эта картинка справа но проносится 27500 километров в час мы видим а до этого может быть 27400 был но буквально то же самое и видимо чтобы мы опять что-то меньше смогли рассмотреть вот подлетаем в бразилии да куда так мкс разогналась или земля разогналась но что это такое и еще хочу заметить ваш один главный фактор что даже просматривая вот этот вот запись мы видим сейчас мкс во первых что земля просматривается во вторых что мы не видим хендрейлов и самое главное что здесь совсем не видно что земля крутится и вращается тут четко видно что летит или самолет или квадрокоптер или мкс над землей он вот этот объект летит с определенной скоростью но то что земля здесь вращается нигде не показано и по моему мнению все-таки земля вся наша статичная чтобы понимали то есть по большому счету она никуда не движется вот при пролете мкс этого не видно вообще это равносильно того что взять над полом где-то над землей также полетать на квадрокоптере и будет не будет же создаваться эффект что то поверхность над которой летаешь движется а вот то что мкс летит это да к чему все это я говорю да просто к тому что и земля у нас возможно статичная по моему мнению потому что все древние люди именно так и считали непонятное место мы пролетаем то есть рассматривайте пожалуйста землю с той точки зрения что она вполне возможно что просто остановлена и не движется а весь звездный купол все небо как раз вращается над нами да что ж там везде тоже облака в южной америке и парагвай уже рядышком и рио-де-жанейро сейчас был пролетать сан-паулу буквально бразилии где всегда жарко где всегда тепло солнечные пляжи вот сейчас подлетим к сан-паулу и посмотрим что там будет даже будет очень интересно неужели там тоже бывает сильная облачность и облака мне почему-то это не верится обычно бразильские пляжи показывают такие солнечные красивые и неужели там сейчас погода испорчена скорость просто бешеный вы посмотрите скорость увеличилась в разы у мкс и это очень и очень странно почему не понимаю хотя по факту по официальным цифрам она летит сейчас с одной скоростью 27500 километров в час напомню вам что мкс скорость самолета 1000 километров в час а вот смотрите на левом экране вот этот красный кружочек приближается вот он сейчас где сан-паулу то есть нарастает какой-то круг или что это такое я не знаю санта катарина здесь пролетают рио-де-жанейро это еще не мкс но какой-то красный круг как раз вот четко идет вокруг мкс а что это за красный круг какая-то зона видите охвата мкс что ли получается так справа мы начинаем что-то видеть очень интересный эффект то есть по большому счету это наверное кусочек который действительно можно увидеть мкс и поэтому края земли там не увидишь никогда не за что чтобы понимали вы видите вот эта красная тень слева сейчас надвигается это просто максимальный обзор который можно увидеть с высоты 400 километров и никакого края земли там не увидишь все эти фото и видео которые знаете показывают нам землю скруглены значит они не соответствуют действительности мы четко видим как этот красный круг приближается но там до края земли еще очень и очень далеко так но когда же мы подлетим вот уже рядышком мы сан-паулу и рио-де-жанейро давайте дождемся этого момента мне хочется увидеть побережье то есть бразилии что там будет происходить здесь опять им легче всего сделать море облаков и ни одного пролета самолета химтрейл но по крайней мере вот здесь дерево-де-жанейро сан-паулу здесь должны летать самолеты и обязательно мы должны увидеть химтрейл вот земля появилась снизу вы посмотрите как все четко просматривается видно просто идеально но нету ничего жаль конечно что мы не видим этих каких-нибудь и налог опять тут могут и летать военный самолет который летает выше 10 километров как нам говорят они на 25 поднимаются где хоть один пролет самолета где хоть одна белая полоса вот это толстая жирная от химтрейла я не вижу ничего так кстати погода здесь улучшается вот сейчас мы уже будем подлетать побережью хочешь рассмотреть эти места немножко получше и смотрите тень от облаков вот тут очень хорошо видно вот как бы облака его здесь идет тени как будто бы даже страшно вот эту часть земли закрыла и много белых точек это что получаются маленькие облачка видны участки на земле видите вспаханные где-то леса где-то зелень там реально у них тепло у нас сейчас еще намного холоднее так пролетаем уже дальше дальше вот эта верхняя часть на мкс потемнело снизу то ли солнечной батареи что раз ломалась смотрите видите как будто в солнечной батареи возле снизу нету одной панельки видите вроде бы раньше солнечной батареи выглядела по-другому на мкс а сейчас мы что видим просто какое-то отверстие так земля видна еще лучше вот отличный конец то облака разошлись и мы можем тут все внимательно рассмотреть кстати видите создается ли тень от тучек на земле создается ну вот буквально мы летим над настоящей землей какие-то поля леса видимо все обрабатывается здесь так слева какие-то опять белые тучки я думал домики города может быть сейчас мы посмотрим сколько осталось до вылета совсем немножко вроде бы облачности нет и мы должны значит уже пролетать над городами вот такой вид интересный тут уже все четко видно хотя бы они не прячут от нас а посмотреть какие тучи с какой-то белой дымкой но где же хоть один пролет самолета вот какие-то облака странные такие знаете рассеянный немножко реки какие-то вон там может быть города или что-то опять небольшая облачность появляется очень жаль но все равно видимость просто отличное видим и шикарно мы сейчас посмотрим как вот этот вот самолет или я может быть космический квадрокоптер опять это никакой не космос вы видите это просто можно сказать орбита земли как он сейчас будет вылетать за пределы земли и попадет уже в морские просторы тучи были посмотреть туч как будто бы какой-то снег как раз место очень интересное думал сейчас мы увидим переход в море вот бразилии там же сейчас должна быть жара у них они нам создают вот эти облака самые интересные места вот вы чем мы сейчас вылетаем уже получается здесь к океану к атлантическую и вот такие тучи пришли не увидели мы берег бразилии пляж и вот уже начинается море ну вот так вот по-хитрому делается не знаю почему не доверяя этим съемкам потому что не вижу пролетов самолетов пролетов химтрейлов вообще ничего кроме скажем вот этих облаков почти по всей земле тоже очень странно и в принципе все видите мы влетаем какую-то воду голубую опять дымка облаков в общем такое интересное видео доказывающего и что видимо здесь не дорабатывается видео картинка и не показывается химтрейл или их не существует или все-таки эта картинка какая-то немножко искусственные вот сейчас смотрите облака заканчивается и начинается какая-то голубая вода океан атлантический но нету не корабле нету ничего ну корабли возможно мы бы не рассмотрели но химтрейла точно бы увидели все друзья на этом буду говорить вам до свидания продолжайте размышлять что происходит в нашем мире летает ли это настоящий мкс и когда же мы по-настоящему долетим до космоса а возможно он закрыт для человечества навсегда потому что выше купола взлететь невозможно до новых встреч поехали пока и бум